просто понедельник центр сочи забито абсолютно все вообще полчаса уже катаемся по кругу и паркнуться и где не можем ребята всем привет вы на канале семена чемоданах меня зовут славян вот в instagram подписывайся если ты что не сделал и да мы в центре сочи у нас получилось припарковаться вот так вот в каком-то году я не помню мы припарковались также только вот как стоит toyota до нас как правильно подсказал девятнадцатом и нас эвакуировали в общем я надеюсь что с этой стороны нас не эвакуируют по крайней мере по правилам после пешеходного перехода по-моему можно парковаться ну короче посмотрим я сегодня вас приглашаю в новый интересный выпуск мы конечно изначально прогуляемся по набережной в центре сочи посмотрим вместе с вами что там открылось что может быть закрылась посмотрим атмосферу какая сейчас там посмотрим сколько людей но по парковке вообще все загружено все очень сильно забито и обязательно досматривать выпуск до конца потому что в конце выпуска мы пойдем в место настенька как она называется нет хочу курить вот эти поджарский лодочка как называется называется у пальмы находится набережная как говорят местный очень неприятное неприиметное место но его все рекомендуют местные говорят что очень вкусно ценник нормальный и мы конечно вместе с вами пойдем проверять всю эту историю не буду затягивать приятного вам просмотра нажимаете на лайк перед началом просмотра но видео не понравится потом уберете все погнали ребята ну что мы в общем находимся с возле морского порта и сразу сходу первое что портит прогулку это конечно эти менеджеры которые предлагают покататься на яхтах на каждом углу каждый предлагает покататься это очень сильно прям отвлекает от прогулки пойдемте покажем катер покажем яхту их мне кажется здесь больше чем отдыхающих еще и еще что раздражает это то что вроде центр совершенно нет туалетов и вот прежде чем прогуляться нужно в срочном порядке решить вопрос туалета потому что у нас детки и тогда мы уже отправимся и как лайфхак ребята я вам покажу смотрите вот она главный получается корпус до морского вокзала яхты яхты и бы тут вот здесь получается вот этот крыша с колоннами вот там есть туалет он платный 30 рублей но вот единственное что здесь можно найти это морской порт отношу к тому месту куда точно стоит приехать погулять здесь своя атмосфера классная бесплатно вообще отношу топ-5 мест которые можно в сочи посетить совершенно бесплатно ну а кто прикалывается по рыбалке по удочку вы можете тоже здесь встать порыбачить рыбаков тут предостаточно в общем я чуть напутал смотрите туалет он находится не возле этой крыши с колоннами а возле той вот крыши с колоннами от прям под ней там находится отправляемся туда коль я напутал с местоположением туалета давайте пройдемся по мордпорту посмотрим кораблики вот эти девушки в черном всем предлагает прогулки так вот ты видите можно покатаемся покатаемся кстати вообще не в комментариях из тех кто бывал в сочи кто любит здесь гулять мор порту как какие впечатления испытываете вы гуляя здесь я вот пока камеру включал ко мне столько их подходит все предлагает 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 как комары знаете вы как в лес приходите здесь на кто он портит отдых это комары вот тоже самое есть такой небольшой фудкорт не прям камеру смотрят и уже не предлагают так что есть хотите спокойно погулять то просто берете камеру и все а вот кстати ребята и туалет вот запоминайте где он находится возле кафе бригантина но помимо менеджеров которые только так на каждом через каждый метр предлагают яхты еще есть переставучий конь который всех обнимает родион да понимает поднимает настроение все ребята сейчас мы будем двигаться с вами по набережной выдвигаемся в сторону зимнего театра будем идти получается вдоль и приморского парка и всю красоту и обстановку будете сами наблюдать и кстати вот ресторан дельфин и русалка насенька тут была давайте покажу вам немножко цены меня зовут не нравится завтраки манная каша где завтраки насенька почему ты рекомендуешь это место ну потому что ведь самый красивый но цены конечно ресторанные типа манная каша 350 рублей но дать его позавтракать и яичницу там рублей 700 всего то кофе и яичницу но насенька там может себе позволить конечно а просто ходила как раз без меня здесь такая картина галерея залипать я стал на эти картинные галереи все классно все смотрится можно посмотреть где сделана съемка это вот севастополь и кто автор одессе такая вот стройка началась сша че здесь был то я забыл вот тут пляж которая когда-то показывала вы еще продолжает устраивать то есть за вот этой линии центральные муниципальные пляже сочи здесь проходит по вечерам всяких концерт музыкантов уличных столовых кстати патиссон и многие рекомендуют но мы там ни разу не кушали может быть как на днях по обедаем там посмотрим но мы пока не рекомендуем потому что мы там сами не были есть знак что велосипедах запрещено здесь ездить на самокатах видимо наверное тоже но здесь все гоняют и создается достаточно такие опасные ситуации с баннером закрыли должно быть вот так 1 июня вроде как всякие магазинчики здесь он когда строчка немножко покажу вам интрижка интрижка что же тут будет а пока цветной забор да ну там пока стройка я не знаю до какой до 1 числа не точно не успеет смотрите как здесь должно быть по проекту красиво гляньте какая красота ага и прям такое море числе в целом приколь это нет это не ривьера это вот это да пляж центральный таким да 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 я не знаю там такая стройка идет что мне кажется и не успеют они к первому июне так а может быть среди зрителей есть те кто здесь занимается стройкой и у вас есть информация когда здесь закончится этот проект и вообще успеют ли этим летом люди понаслаждаться на таком такой пляжной зоной ну ну классно слушать ну классно а пока вот так вот видите как тут будет вот завезли песок классическая эмблемка сочи лавочки теневой навес здорово хорошо но сегодня не нужно нам это потому что нас солнышко нету это видите а раньше здесь стоял аквапарк много детских площадках сейчас вот так вот сейчас стройка концертный зал но кстати тоже был под реставрацией буквально полмесяца назад не знаю как сейчас ну нет сейчас тоже все реставрирует видеть там видимо перекрытие крыши меняют там тоже стоят строительные леса нет все закрыто до дата окончания работ 25 мая но не знаю не знаю учитывая что сегодня 24 я думаю вряд ли они успеют людей здесь конечно мало погода погода плюс будний день хотя по парковкам но трындец сколько полчаса точно искали место паста хачапури георгини давайте я покажу вам по ценам посмотрите устрицы по 200 черноморской обрабули 490 хачапури 390 мидии 490 кто открылся на карифа на карифа на карифа на в этом дивере его открыли на поляне есть ну короче вот для любителей это не мяч да вот насика про него говорили и есть попадешь кого-то еще папа гриль хот-доги центр сувениров ну и набережная вот так вот видите затянута пока баннером вот правильно сигаре что когда здесь ходишь даже не понимаешь что это вообще в целом набережной потому что море не видно но пока видимые застройки просто какая-то такая центральная торговая улица и вот есть везде указатель от проход к морю налево направо и все просто одни какие-то магазины развлекающие всякие аттракционы продажа очков и вот все в таком таком стиле здесь есть ресторан такой чо харчон мы пирас не познакомились когда жили на красной поляне он здесь от месячной зоне кстати был закрыт а сейчас вот здесь посадка достаточно нормальная давайте я вам покажу что здесь по меню так тут люди стоят ну давайте вот так вот подойдем поближе супы пироги десерты мангалы хинкали салаты ну в общем цены такие но и страны рестораны плюс набережная да 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 но там межсезонье был закрыт вот здесь видите еще проходят всякие реставрационные работы чего-то и вот он вход опять я не могу прочитать называется ресторан какой-то вход на пляж свободно есть вывеска кафе кафе пирс здесь кстати проходят всякие танцевалки здесь люди и многие танцуют включается музыка такие есть определенные развлечения в этом месте и соответственно выход пляжа давайте посмотрим кафе пирс покажу вам цены улитка с корицей так тут еще нет картошка 3 150 вот смотрите круассан 150 луковые кольца вот жмите на паузу ознакомь ливайтесь но он вон он там дальше он да пока вот так закрыто есть столики то есть вот тут уже можно вот классно посидеть пляж все достраивается pullman mercury если я правильно прочитал если нет поправьте в комментариях вот у них такой ресепшн но можно уже видимо оплатить как-то занять свое место видимо от какого-то отеля здесь что у нас фрукты овощи тир ну здесь вообще по классике как и на любой наверное набережной здесь вот есть вот такое кафе южная ночь мы здесь обедали но нам вообще не понравилось цена-качество не соответствует цены огромнейшие а качество просто было такое отвратительное что но не знаю как конечно в этом году но когда мы здесь кушали ну как бы мы не советуем общем рисковать сколько мы так по моему до отстегнули у меня салат был за тысячу ужасно невкусный я хотела морской вкусный салат за такие деньги как бы ну вот кстати здесь есть сразу туалет цена 30 рублей относится к приморскому пляжу а это кстати тоже все вот приморский пляж на переодевалка на душевых вот есть логотипы приморский пляж выглядит он вот так давайте вам покажу все вот так заставлено пчела он зоны до 18 он открыт но сделали интересно я здесь снимал когда здесь столько начиналась стройка ценников даже пока нету поэтому я вам точно не посижу у них есть получать здесь свое кафе и вот такой вот ну наверное правильно да будет сказать кусок моря потому что там все бетон-бетон мой ой море штормит и вода конечно же грязная вот такой вот пляж вот с таким вот видом дальше смотрите следующий есть пляж как он называется а не знаю сейчас я вам скажу наверное а вот кафе 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 бич делимар вот у них вот такая обстановка тоже по сути у них кусок моря там есть этим бетон до воде торчит и вот такие вот зоны нет смотрится очень красиво вот по крайней мере суши вы мире тинки таких пляжей нет вот это прям клёво дай такой стандарт какой то я не знаю если европейский можно называть европейский но но сделано классно причем вот здесь вот можно заказать в кафе и покушать прямо вот здесь вот в этих ракушках таких вот а пока люди это красивое кафе да смотрите как сделано классно думар называется основать основа основана в 2008 году пойдемте пацаны красивые окошки и да стильно очень сильно сделано классно по меню давайте посмотрим что у них тут есть они это или не они вот салаты так вот так наверное так например миди 950 рублей пол килограмма супы каре 980 креветки 710 рублей 100 грамм паста 560 440 стейк 1000 ну приблизительно я думаю что вы поняли по ценам дальше еще одно кафе самое классное что здесь сделали что вот не заходя в кафе вы можете так подойти и полистать меню любого заведения которое вам нравится и не тратить время там на ожидании официантного помните так как раньше были сели зашли подождали вам дали меню вы поняли что для вас это очень дорого либо они что-то не подходит и ушли я сейчас просто идя вот так по улице возле каждого заведения вот стоят менюшки это какая-то бургерная можете подойти вот так полистать и понять идете вы или не идете на пляж лето море видимо я так понял что он а нет это муниципальный пляж цирк вот такой у них заход сапы убрали есть бунгал и тентовые кстати смотрите как тент натянут узкий пляж конечно есть лежачки вот ну прикольно а дальше пошли какие-то гостевые номера видимо вот эти желтые кто здесь отдыхал напишите в комментах как вам но вид классный очень классный сразу вышел у вас морюшка поставили лестнице здесь общение было лестнице здесь просто были обрывы я здесь так поднимался поднимался как мог еще пляж но здесь идет реконструкция полным входом вообще-то все это клон все полностью приморский пляж вся береговая линия потому что за вот этими постройками идет приморский парк а вот такой есть информационный стенд и тут написано что дата окончания работ 31 мая то есть здесь 31 мая все будет красиво и аккуратно вот а мы с вами пойдем пойдем а мы с вами двигаемся дальше даже возле самых маленьких палаточек есть меню чё на себя давайте вам покажу вот на столах прям вот так лежат видите креветки 780 рублей цезарь 520 рублей ну вот поставьте на паузу посмотрите и в комментариях конечно пишите как вам цены скульптура посейдон дай нет это не так называется культуру скульптура посейдон с голубем с попугаем сочинским пойдемте парни не-не-не нам дальше можно так войти можно так но лучше так пойдем самое что здесь интересно делают это вот такую детскую комнату выглядеть она будет вот так с синевым навесом дата окончания работ 28 мая но судя по тому как тут все раздолблено осталось у них четыре дня мне кажется они не успеют ничего туда бутики надежды все по классике да вот вот она детская площадка видите как вот так это будет и как всегда вот эта карусель по центру площадок опасная стоит я думаю родители поймут про что я говорю ребята и как ориентир значит вот возле вот этих возле вот этого кафе где вот эти морские установлены нам нужно подняться вверх а после кафе мы еще прогуляемся чуть по набережной покажем вам поэтому не переключайтесь да очень хочется кушать пока доехали поэтому сначала мы пойдем поэкспериментируем на себе проверим это заведение а потом продолжим уже ребята дальше по набережной смотреть какие здесь есть изменения вот так вот по лесенкам есть такая моментальная фотография вид конечно классный но когда здесь все доделается уберется эта стройка пойдем здесь еще есть вот такой ресторан сезона бар энд ресторан по ценам смотрите ставьте на паузу надеюсь вам будет видно и еще ряд плесенок нам нужно значит преодолеть и конечно мы походу попадаем именно в это кафе да ребята мы нашли это кафе здесь конечно вид прекрасный мы сразу так заняли столик с таким вот видом сейчас будем кушать можно в помещении сесть здесь самообслуживание вот тут прям заказываем сейчас давай на сенге а я пока вам вставлю заставочку с ценами в общем мы будем заказывать хачапури лодочку две штуки да и и чаек да она вот костик отламывается вот так вот берешь ну чё ребята у нас все это вышло на тысяча 300 на 1300 рублей нам приятного аппетита слушайте но вкусно запах вообще какой-то бомбический да насть вкусно вкусно перемешиваем да насть ну-ка давай ты же у нас истинная грузинка все что есть перемешиваем хвосты отрываем и макаем и макаем мммм красота что вкусно парни? ммм ммм можно было тоже поцелуй заказать ммм 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 да вкусно домашно реально хочешь бы такой дома неприготовочка ммм 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 мы уже все съели сижу кайфую с таким шикарным видом и да кстати ребята это место тоже будет в нашем гайде многие сейчас кто смотрит в каком гайде ребята у нас есть свой авторский гайд путешествие по большому Сочи где мы указываем все локации как пройти как проехать цены рекомендации лайфхаки все это в нашей книжке в нашем гайде перейдите по ссылочке напишите нам в инстаграм цена всего лишь 490 рублей и гайд упадет вам на почту и вы пропутешествуете по Сочи с наслаждением и с удовольствием и очень простенько и очень легко пишите в инстаграм все ребята ну что мы перекусили и готовы отправляться дальше по набережной показывать вам центральную набережную Сочи а если вдруг кто-то из наших зрителей есть кто кушал в этом заведении то напишите в комментариях как вам здесь выпечка продолжаем дальше после этого заведения где мы были есть частная пивоварня кому может быть интересно и есть пляж где очень сильно пахнет водорослями и вот видите как много выбросило люди сидят чилят видел конечно чилят с видом на море но пляжи видите пока все закрыты зонтик убраны потому что ребята непогода да мне кстати знаете сейчас вот иду и думаю надо об этом сказать вот мне сейчас в инстаграме написали мол типа укажите в гайде где можно поесть и перекусить так вот ребята в Сочи и в Адлере огромное количество где можно перекусить просто на каждом углу на любой кошелек на любой вкус и цвет любая кухня все что угодно но в нашем гайде мы указываем места где можно покушать вкусно перекусить разные цены но только те места где мы сами проверили качество еды сами проверили интерьер то есть да все испытали так сказать на своей шкуре на своем желудке и только тогда мы можем рекомендовать и это вкручиваем в гайд вот как например вот это место которое тоже есть в гайде вот мы пришли о нем узнали пришли проверили и точно можем порекомендовать а дальше ну тут вот есть большой такой комплекс вверх очков родион ты либо запрыгивай туда либо у этой вот есть в общем вот такое медийное место здесь ребята всегда очень даже в непогоду можно купить мидии и вот так вот взять и посидеть кто-то сидит прямо на пляже на пляжах кто как но здесь действительно тоже очень вкусные мидии в таких коробках насыпаем классно находится прямо на набережной оно кстати тоже есть в нашем гайде палатки различные дальше начинают что хочу то покупаю как говорится всякие различные безделушки дальше ребята пляж заканчивается здесь установлен забор санатория прямо санаторий черноморья вот здесь находится за забором получается их пляж для обычных как сказать людей нужно вот так вот подниматься Артём пойдём значит с вами поднялись здесь такой приятный ресторанчик вот видите такая локация понятно дело да что с видом на море здесь кстати по вечерам играет живая музыка ну так клёвенько давайте вид я вам покажу вот а вот тут пляж санатория черноморья ну что то так себе раскладушки им конечно поставили прикольные здесь вот как раз можно подняться по многочисленным лестницам и отправиться на прогулку по парку приморскому порезался ударился больно либо дальше спуститься вниз и отправиться гулять по набережной ребятки все что хотел показать вам показал открыть для себя новое место надеюсь и вам оно тоже будет новенький вы когда приедете в Сочи отправитесь сюда покушайте отведаете вкусный хачапурь наша прям обязательная рекомендация туда сгонять правильно? самый вкусный да не мы так одни считаем не мы так одни нас как минимум двое я с вами прощаюсь увидимся уже завтра в новом видеоролике всем пока пока не пока не пока Продолжение следует...